здорово игроманьяки с вами джейсон это канал true money games и в рубрике маниакальный летсплей очередная новинка от 505 games разработчики представляет нам игру под названием brothers a tale of two sons и переводится это как братья рассказ двух сыновей или история двух сыновей как вам больше нравится игра представляет собой адвенчуру аркаду и нам предстоит играть за двух братьев которым необходимо найти лекарство для своего отца и мы начинаем и перед нами видимо младшенький и кто-то погибает то ли сестра то ли мать больше похоже на сестру и малыш вспоминает что они видимо попали в шторм на лодке и сестра оказалась за бортом и погибла он не смог ее вытащить игра позиционирует себя как довольно взрослая сказка и начинается вот с такой вот депрессивной ноты персонажи наши не разговаривают а издают какие-то интуитивные звуки у них какой-то свой местный диалект не передающийся переводу соответственно озвучка особо не нужна и также не нужны субтитры и вот наш батя он болен нам нужно отвести его к доктору в начале игра предупреждает что управление создано специально для геймпадов контроллеров главиа туре играть будет неудобно и мы сейчас в этом сами убедимся нужно зажимать и space и правый контрол и управлять сразу двумя братьями младший управляется правом контуром и стрелочками а старший брат управляется пробелом и в асд и вырезали ты сидишь как короче распальцовку надо раскидать на всю клавиатуру и управлять двумя руками не очень удобно мягко говоря как заболел и чем заболел наш отец неизвестно но тем не менее мы везем его к доктору и первая преграда на нашем пути платформа который нужно передвинуть на ту сторону путем воздействия на это рычаг мелкий не может он слишком мал чтобы справиться с рычагом а старший а старший тем временем спокойно дергает рычаг и платформа переезжает на ту сторону теперь нам необходимо вернуть братьев на позицию обратно и протащить нашу тележку на следующий участок мы тащим 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 и очередное препятствие сейчас возникнет перед нами вот такой вот теперь нам нужно поднять тележку как же это сделать залезть сюда не предоставляется возможным нам нужно обойти обойти и так воздействовать на эту лестницу видимо но мелкий не допрыгивает поэтому в бой отправляется старший и подсаживает мелкого и тот запрыгивает наверх так теперь мелкий попытается повернуть но он один не поворачивает там ручка для двоих а братец один не может старший залезть наверх нужно чтобы мелкий сбросил ему веревочку сейчас я подбегу к веревочке и сброшу ее вниз так и теперь старший брат может по веревке залезть наверх и теперь мы вдвоем старший и младший поворачиваем рычаг чтобы поднять телегу наверх и вопреки всем этим взаимодействиям двух братьев и сплошной работе паре в игре нет мультиплеера что очень странно на мой взгляд она изначально должна уже включать себя эту возможность и привлекать тем самым игроков любителей адвенчур и сказочных происшествий здесь можно было даже второго брата не подключать надо было проехать все параметров и выбегает местный священник или лекарь даже не знаю по одеянию трудно сказать кто это который это и я афу я это означает заносить его внутрь сейчас посмотрим что с ним случилось нам показывает деревню мимолетом и вот так пристально его посмотрел он говорит да не не жилец я хрен ничего не могу сделать а что же делать блин нашему отцу плохо но есть одна вещь вам придется мне хотя нет я не педофил вам придется ознакомиться с этим свертком и проследовать в далекое далекое путешествие и найти воду жизни чтобы помочь вашему отцу это поможет ему и он вновь будет здоров мы должны сделать это конечно брат без проблем мы пойдем и сделаем мы согласны давай нам свиток и мы отправимся на поиски и он передал нам свиток мы попрощались с отцом все будет хорошо не волнуйся мы вылечим тебя отец а я пока останусь с тобой наедине и буду с тобой приглядывать сказал как бы наш доктор священник а мы с братом отправляемся в путешествие у нас есть цель добыть лекарства для отца но мы должны сами видим об этом догадаться потому что кроме аннотации к игре по другой стези никак догадаться до этого нельзя и наш парень не пропускает нас почему-то вперед у него есть дубинку он опасен мы показали ему он сказал я еще раз покажу ему вот у меня есть паспорт он говорит меня не прокатит подделка я не пущу тебя сюда а мелкий если пусти нас он воды нет иди ты мелочь вообще не авторитет мелкий злится и нам придется обходить я так понимаю не не работает я хотел двойное взаимодействие сделать но вдвоем они как-то не сработали могли бы навалять этому парню люлей но они видимо слишком гуманны и вот так ловко мы спускаемся по пригорку вниз мелкий очень боится воды я не умею плавать говорит он старшему старший говорит раз и релакс расслабься короче запрыгнешь мне на плечо а я проплыву и мы так переберемся вместе и старший бросается в воду а мелкий запрыгает к нему на плечо и нам надо переплыть на ту сторону так здесь забраться видимо нигде нельзя поэтому мы плывем под мостом лучи солнца играют в воде и мы выбираемся на берег и забираемся вот по этим веткам наверх в это время маленький засранец который приграшивал преграждал нам путь на мосту закрыл ворота и не хочет чтобы мы прошли внутрь по какой-то причине непонятной мне но просто он маленький негодяй наверное в этом вся причина здесь мы занимаемся скалолазанием и запрыгнул но не зацепился путем двойного нажатия надо здесь работать указываем направлении два раза нажимаем на правый control тогда он зацепляется и перепрыгивает спокойно также делаем и со старшим братом но путем нажатия пробела сейчас попробуем об об и все залез молодец бежим дальше и как splinter cell мы карабкаемся по выступам птички летают и спускаемся по крыше вниз и что же мы видим здесь теперь теперь нам говорят чтобы вращать камеру удерживайте правый shift или левый shift так и сюда нам видимо не нужно вот старший брат может присесть зачем только не очень понятно отдохнуть наверно так и вот мы поворачиваем камеру и видим что внизу народ о чем-то разговаривает на своем местном диалекте опять же нам видимо нужно вот сюда пройти здесь дыра в стене удачно стоят эти барабаны и большие бочки по веревочной лестнице мы забираемся наверх вот так балансируем по крыше и опять спускаемся что же графика весьма посредственно в этой игре от мало известной студии 505 games физика тоже весьма посредственно озвучки нет субтитров нет просто периодически высказывают различные выскакивают различные подсказки на русском языке как какие кнопки нужно использовать сейчас мелкие выпускают собаку а это за стране испугается и убегает тем словом тем самым освобождая нам путь и мы проходим дальше управление также весьма неудобно быть может в дальнейшем в игре разовьется какие-то появятся сюжетные приемчики и возможно будет что-то зрелищное интересное и сказочное для любителей фэнтези может что-то интересное но на данный момент по первым 15 минутам геймплея все выглядит довольно скучно и неинтересно но играть или не играть конечно решать вам если хотите раскинуть пальцы по всей клавиатуре то волком конечно и теперь наш мелкий усаживается и тычет пальцем мол типа нам надо куда-то в ту сторону видимо но просто нам нужно было подойти на самом деле вот к этому мужичку который захрапывает здесь и мелким воздействовать на ведро который стоит рядом с ним так он приводит его в чувство это весело и задорно наш старший брат покажет ему сейчас карту и у нас пропустят дальше а с вами был джейсон и это канал true money games игра настоящих маньяков и перед нами их была игра brothers a tale of two sons история двух братьев которые пытаются спасти своего отца что ж не забывайте про лайки подписки всем удачи и пока а а а а Продолжение следует...